Да, демонстрация отобразилась, презентация есть, можно ее запускать на трансляции. Все, отлично. Все работает, правильно? Все, есть. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, извиняюсь еще раз за технические вот эти все вопросы. Итак, спорт и здоровый образ жизни. Довольно-таки широкие понятия, оно сейчас в последние годы фигурирует везде, но немногие понимают вообще, что это такое, значения, смыслы основные, которые закладываются в данные термины. Итак, меня уже представили, быстро проявлюсь, Садовой Василий Петрович, я являюсь исполнительным директором большой крупнейшей организации под брендом «Южный слон». Также я осуществляю научно-педагогическую деятельность на базе Северо-Кавказского федерального университета, я кандидат педагогических наук. Доцент кафедры, связанной как раз-таки со спортом, и являюсь координатором по сегодняшний момент общероссийской молодежной общественной организации Ассоциации студенческих спортивных клубов России по Северо-Кавказскому федеральному округу. И в свое время как раз-таки с первого дня я в этой организации стал соучредителем. Спорт и ЗОЖ – это такая интересная тематика, это довольно-таки распространенная на данный момент тематика, и самое главное, мы должны понимать, что это сейчас приоритнейшее направление государственной политики Российской Федерации. То есть, если вы сейчас посмотрите все информационные сфотки, если вы сейчас посмотрите все показатели, которые стратегически на ближайшие годы выстраиваются, они все связаны со спортом, здоровым жизнью. Почему? Потому что это единственное направление в стране из всей их деятельности не брать, если во внимание медицину, которая сдарит здоровье детям, подросткам, взрослым населению и всем остальным. Поэтому очень важно. Хотелось бы сразу сказать, что есть вообще спорт и как его мы можем разграничить. Спорт и здоровый образ жизни – это все эти люди, которые занимаются физической культурой, гигиенической гимнастикой, которые уделяют внимание закаливанию, которые проводят различные физкультурные мероприятия, образ участников и придерживающихся правильным ценностям здорового образа жизни. Что немаловажно, в эту же среду, это основной будет большой такой блок, с которым мы будем работать непосредственно, в рамках которого блока меня пригласили к вам, это управленческие и организационные навыки, которые закладываются как раз таки в нашем большом направлении. Это те самые компетенции лидеров, организаторов, менеджеров, управленцев, которые помогают ребятам создавать большие крупные мероприятия. И возможно, вы сейчас даже в статусе менеджеров, организаторов уже находитесь, либо вы сейчас на данном этапе больше в первом пункте, как просто культурист, который любит спорт, любит занятия спортом. Либо же это спортсмены, которые ребята занимаются непосредственно в каких-то детско-юношеских спортивных школах. Вот как раз таки это тонкая грань, которая и делает красочно небольшие крупные мероприятия. Термин спорт и спорт высших достижений, мы должны понимать то, что не все любители, мы прекрасно понимаем, это и есть спортсмены спорта. Это как раз таки та высшая ступень, которая уже связана с деятельностью, с нацеленной на результат. Это когда ребята идут к своей цели, это детский и мужский спорт, это студенческий спорт, профессиональный спорт. И вот когда мы уже начинаем показывать результат, когда у нас появляется определенная системность нашей деятельности, это как раз таки выходит в спорт высших достижений. Это больше олимпийский уровень, это больше международный, мировой уровень, когда ребята уже непосредственно нацелены. Это для них спортивная деятельность становится именно таким большим блоком их жизни, и это их официальное трудоустройство в тех или иных спортивных организациях. Возможности, самое главное, которые предоставляют спорты, которые есть у вас на данный момент, которыми вы можете пользоваться, будучи уже обучающимися, в перспективе в ближайшие годы, через год, два, три, вы уже станете абитуриентом каких-то образовательных организаций. И здесь есть такое разделение непосредственно как раз таки университетский спорт, которое дает большое количество возможностей, просто потрясающее количество возможностей, вне зависимости от того, в каком статусе вы будете в своей образовательной организации, это либо же спортсмен, либо же больше такой организатор, представитель молодежной политики, студентского спортивного самоуправления, взаимодействия с различными ребятами, с различными группами. Вот здесь я хочу сказать то, что в зависимости от того, какие у вас есть проекты в голове, в зависимости от того, какие у вас есть уже инициативы на данный момент, вы их можете смело реализовывать на данный момент в школах своих, и у вас есть потрясающая большая организация «Юность России», которая начинает поддерживать и школьные спортивные клубы, и они плавно переходят у нас в СПО, да, это система колледжей. В большинстве своем, может, кто-то уже среди вас поступил в колледж, либо в следующем году вы планируете после 9 класса поступать в колледж. Это вот крупнейшая организация, которая помогает развивать спортивные проекты, которая непосредственным образом вовлечена в спортивную деятельность. И самое главное, что хотелось отметить, там в том числе начинают развиваться организаторские навыки. Здесь далее, если мы берем студенческий спорт, который тесно связан со школьным спортом, со школьными студенческими спортивными клубами, это большая крупная организация, ассоциация студенческих спортивных клубов России. И здесь же опять при масштабировании своих проектов, при возможности мыслить масштабно, при желании развивать свои проекты, вы можете смело в том числе и брать как в пример, это во-первых, так и в помощь. Это сеть студенческих спортивных клубов, на данный момент их 730 по всей стране, студенческих спортивных клубов во всех регионах, во многих крупных образовательных организациях. Это те, как раз таки, мостики, которые вам будут помогать. И если вы правильно к ним обратитесь, если вы сделаете правильный запрос к ним, они помогут реализовать любую вашу инициативу, любой ваш проект. Почему? Потому что образовательные организации несут в себе сумасшедший ресурс региона. К сожалению, на данный момент в Российской Федерации нет большой материально-технической базы, нет каких-то запредельных сумасшедших возможностей, что в каждом селе, в каждом районе у нас есть спортивные комплексы, а в базе, в материально-технической базе образовательных организаций такие возможности есть. И как практика показывает, и как правило, образовательные организации идут навстречу инициативным молодним людям, которые хотят проводить какие-то, возможно, футбольные турниры, баскетбольные турниры, какие-то физкультурные праздники. Это там мама, папа, я спортивная семья, это большие гонки, это любые эстафеты. То есть это вот те самые инициативы, которые большинство, опять же, как аналитика показывает, они есть у школьной молодежи. Поэтому берите во внимание, мы далее подробно непосредственно на нашем блоге будем разговаривать, как можно выстраивать партнерские взаимоотношения, как можно с ними сотрудничать. И в рамках перспективы, опять же, то есть большой блок, и у нас очень большая практика по привлечению молодых людей, которые еще в статусе абитуриентов. Это большой, крупнейший проект чемпионата ССК России, который реализуется по всей стране. И там уже ребята могут выступать либо как спортсмены по направлению СПО, да, то есть это возможность от внутривузовского какого-то мероприятия перейти в крупнейший большой всероссийский фестиваль студенческого спорта АССК-фест. То есть ребята не всегда получают возможность где-то играть на своем уровне. В своих регионах не проводятся большие масштабные мероприятия, а здесь сразу из университета вы попадаете на крупную площадку. И естественно же все проекты, которые особенно последние годы направлены на вас, дорогие друзья, на молодежь, на лица в районе 13-14-15 лет, это крупные, большие спортивные, физкультурно-оздоровительные массовые мероприятия под угидой Росмолодежь. Здесь опять же вам в помощь всегда при реализации ваших проектов Комитета по делам молодежи региональной, либо же сейчас последние годы у нас создаются, есть такой вектор развития, как создание Министерства молодежной политики, которые в том числе берут во внимание наш школьный спорт, вас, дорогие друзья. Итак, я бы хотел с вами сразу поговорить от более легкого к более сложному, как можно прийти. Я расскажу, опять же, я практик, в свое время я прошел все этапы профессионального спорта, я прошел детскую и спортивную школу, я двукратный чемпион России по футболу, выпускник профессионального футбольного клуба ЦСКА Москва. И моя карьера многие годы была именно связана с футболом, я был зациклен только на футболе, я видел себя только в футболе, но, к сожалению, судьба вносит свои коррективы и из-за полученной травмы мне пришлось покинуть профессиональный спорт. Но уходя из него, я понял для себя то, что я не могу эмоционально уйти из этого мероприятия. Почему? Потому что спортивные мероприятия, я убежден в этом, я лично наблюдал это, лично выигрывал споры у различных людей, чиновников ЦСКА, что спортивное направление, спортивное мероприятие, оно самое эмоциональное, оно больше всего дарит эмоции, оно всегда самое красочное, оно всегда самое обалденное, и после него всегда самое вкусное, послевкусие. И вот здесь мы должны понимать то, что в рамках подготовки, в тот момент, когда я понял то, что я был спортсменом и я видел, как это снаружи, я могу делать хорошую внутрянку. И мы начали развивать менеджерскую составляющую для того, чтобы наши проекты заходили от легкого к сложному, всем интересно, всем было весело, всем здорово. Самые простые кейсы, которые реально у вас были и которые есть в вашем ресурсе, я сейчас с ними поговорю. Это эмоциональные мероприятия, которые разбиваются на легкие, и каждый из вас это мероприятие может пройти и провести. Что немаловажно, эти мероприятия реально дарят потрясающие отзывы от ваших ребят. У меня есть небольшая подборка и самое простое, особенно для жителей Северного Кавказа, особенно для ребят молодых, которые хотят показать силу, но при этом мы будем с вами разбивать прям на целые блоки, как сделать правильно крутое спортивное мероприятие, но при этом, чтобы оно не переросло в какое-то неуправляемое действие. Почему? Потому что я всегда об этом говорю, Северный Кавказ, горячие парни, и мы всегда точечно проводим все нюансы, мы стараемся досконально всегда просмотреть наших участников, чтобы не было никаких стычек и не дай бог чего-то большего. Вы всегда должны держать в голове, что если вы проводите что-то, связанное со спортом, либо с физической культурой спорта, это большая ответственность за здоровье, за эмоциональное состояние ваших участников. Вы как организаторы, вы как идейные вдохновители, руководители проектов всегда должны в приоритет ставить только то, что это направлено на здоровье. Что если, к сожалению, в спорте часто получаются травмы, какие-то ссадины, ушибы, вы всегда, опять же, должны это предусмотреть, как вы на это будете реагировать. Далее мы будем досконально и максимально подробно разбирать все эти пункты для того, чтобы ваше мероприятие было красочным. Самое простое, армрестлинг. В этом мероприятии никогда сумасшедшие не занимают подготовки. Самое главное, при любом мероприятии, мы должны понимать, в спортивном мероприятии, то, что мы должны регламентировать деятельность участников. И при каждом мероприятии, даже пусть самым легком, даже пусть самым простом, если вы думаете, вы должны регламентировать деятельность этих участников за счет положения либо регламента. Вот здесь это бюрократическая история, которую вы должны предусмотреть, которую вы должны разработать, вы официально должны подписать. И по всем спорным всегда вопросам к вам будут обращаться представители команд, тренеры, либо просто участники, они будут спрашивать, а почему не я первый? Они нацелены на победу, они пришли за этими медалями, они хотят получить эту грамоту. И они будут спрашивать, а почему вы его сделали первым, а не вторым? И у вас в этом регламенте всегда либо положение, всегда четко все прописано. Вот при этом условии медицинского сопровождения, правильной методической обеспеченности ваших мероприятий, можем запускать какие-то небольшие точечные активности. Армрестинг у нас всегда заходит на ура, практически стол для армрестинга, никогда нет никакой проблемы его найти, либо в городе, либо в каком-то районном центре, либо в школе есть свои столы, вы можете без проблем. У нас были такие случаи, когда у нас локация переносилась из места в место, и, к сожалению, это было самое бюджетное мероприятие, мы потратили на него 250 рублей, которые вы видите на экране, эту фотографию. И эти у нас не было ни трансфера заложено, ни грузопереводов, ничего. И просто мои ребята-организаторы, у нас было 5 человек, мы несли 5 кварталов этот стол для армрестинга, для того, чтобы провести качественное мероприятие, для того, чтобы это не было АБК, для того, чтобы там ребята не боролись на каких-то партах, на каких-то стульях. Мы привезли стол, мы привезли баннеры, поставили. То есть по факту, если это монетизировать, это всего лишь там несколько сотен рублей. Плюс у нами были заложены, закуплены сертификаты без медали. Опять же, бюджет был максимально ограничен, мы их распечатали, прописали. Но при этом количество участников было 100, более 100 человек. Вы должны понимать, более 100 человек мы собрали на каком-то элементарном мероприятии, которое не требовало никакого ресурса. Данное мероприятие проводилось на улице. Берем себя на заметку и понимаем то, что если это интересно, мы должны предоставить нашим участникам так, чтобы это было весело и заторно. Плюс, естественно, мы берем информационную составляющую, отчет, фото, видео, которые можно точно так же либо самим подготовить на первых этапах, либо за счет какой-то партнерки договориться со своими друзьями. Опять же, спорт и здоровый образ жизни – это не только бежать, бегать, где-то нестись, какие-то большие крупные соревнования. А это и отличная возможность по мастер-классам, по предоставлению знаний, каких-то практических науков. Так мы на регулярной основе, как на базе нашего университета, так и в принципе в регионе, в стране, проводим различные мастер-классы со знаменитыми спортсменами. То есть помимо просто диалога, когда они мотивируют, когда они рассказывают, как они шли к успеху, я надеюсь, у вас была возможность хоть раз увидеть, послушать таких ребят, задать вопрос таким спортсменам. Если нет, сейчас широкие просторы интернета предоставляют эту возможность просто послушать и вдохновиться историю успеха любимого спортсмена. Так вот, особенно для Северного Кавказа, это знаменитейшие бойцы, как ММА, Вольники, Григорий Римский. Мы стараемся с ними всегда привлекать контакт определенный, мы постараемся с ними провести хоть какой-то мастер-класс, просто по обычной договоренности, и нам идут навстречу. И мы должны понимать то, что эксперт приезжает сам, либо спортсмен приезжает сам, мы в принципе на это никак не тратимся, мы самое главное находим место. И при этом на этот мастер-класс приходят сотни детей, сотни спортсменов, сотни заинтересованных людей в развитии данного направления, просто сотни болельщиков, того или иного спортсмена. Вот мы на ровном месте можем сделать крутое событие, крутое мероприятие, которое для нас опять же будет с минимальным ресурсом затрачено. На выклопе мы получаем потрясающее большое количество эмоций, благодарных детей, студентов, жителей, болельщиков, которые рады этому событию. Берем во внимание, это тоже одно из легких, но которое дает такая вишенка, которая дает хорошие, очень показатели вашей деятельности. Любой регион, это как раз таки мой любимый Ставропольский край, дорогой гора Машук, я думаю, вы смотрели все Пятигорск ТВ с Жориком Вартановым, это как раз таки вершина этой горы. И что я хочу этим сказать, то что к нашему направлению в том числе относятся походы, туристические различные мероприятия, это просто восхождение на определенные вершины, это походы по пересеченной местности, это какие-то туристические маршруты, туристические походы, в ваш любимый лес, на холодные родники, то есть территория и красота России, она просто зашкаливает. И это тот ресурс, в рамках которого вы можете объединить своих единомышленников, вы можете создадить свой туристический небольшой клуб, вы будете ходить каждый раз в походы, вы будете при этом собирать большое количество людей вокруг себя, а самое главное каждый поход, это та же самая физическая нагрузка на ваш организм. То есть тем самым двух-трехчасовый поход, он бывает затрачивает очень много калорий, а самое главное он дает потрясающую пользу организму. И если у вас есть подобные идеи, если у вас есть подобные мысли в этом направлении, у нас есть очень много кейсов, которые мы будем с вами рассматривать, как сделать от обычного восхождения, либо просто прогулки в лес со своими друзьями, со своим клубом, со своими товарищами, знакомыми, соседями до большого политического крупного события. Мы как раз-таки гора Маштук, Биштау, мы делаем ежегодное патриотическое, спортивно-патриотическое восхождение со Знамен Победы на вершину этой горы, которую собирают сотни человек. То есть у нас становятся очереди, каждый раз дети, ребята, взрослые хотят принимать в этом участие. Берем вооружение, идем дальше. Дальше. Эмоциональные мероприятия, которые мы обычно называем, стоит чуть-чуть заморочиться. То есть это то, что говорил, и очень много таких мероприятий предыдущих, сотни, которые мы можем сделать просто здесь и сейчас, и они будут крутые, зрелищно-эмоциональные. Если вы хотите более масштабно развиваться, если вы планируете создать, возможно, какое-то свое объединение, какой-то кружок любителей какого-то направления, либо это уже будет какая-то в полном объеме большая организация, то вы должны понимать, что вы всегда должны идти шипошагово, шаг за шагом, выше, выше, выше и ярко успеху. Вот чуть-чуть заморочиться стоит, и можно пригласить партнеров из любого пейнбойного клуба. Как мы сделали? Это была просто партнерка по договоренности. Они нам предоставили маркеры, и мы сделали элементарный. То есть спортивная составляющая, в чем она интересна? Спорт, да, это конкуренция. И стоит добавить эту конкуренцию в нашу деятельность, то есть стоит нам только сказать, давайте определим лучшего, либо призера, поверьте мне, многие захотят стать лучшими, многие захотят конкурировать, многие захотят состязаться, соревноваться. Так мы и сделали, просто это было поле, где мы собрали студентов, и сделали как раз-таки стрельбу по мишеням из маркеров. Потрясающе. Собрали более 150 человек. И самое главное, ресурс был минимальный. Нам предоставили маркеры бесплатно, мы просто заморочились и заказали туда нашим таким инициативным коллективом, у нас было три человека, когда мы скинулись по 200 рублей и заказали упаковку этих шариков для стрельбы. Там было в районе тысячи этих шариков в упаковке, то есть нам обошло это даже не в тысячу рублей, потому что мы заранее это сделали, то есть это минимальный бюджет. Опять же, мы заказали какие-то грамоты, и ребята, поверьте мне, они просто целый день стреляли, они хотели попасть по всем мишеням, у нас был выстроен рейтинг, когда мы определили так называемого ворошиловского стрелка, да, люди были в восторге, они приходили и спрашивали, когда будет следующее подобное мероприятие. Поэтому всегда добавляем фантазию, всегда добавляем творчество и должны понимать то, что там, где есть соперничество, там есть живые эмоции, то есть люди всегда будут переживать болеть. И самое главное, вокруг этого будет формироваться такой в хорошем плане снежный ком, который будет дополнительно усиливать ваше направление, дополнительно будет подогревать публику и интерес публики к вашему направлению либо проекту. И самое главное, эта аудитория будет ждать следующих событий, которые вы можете организовать. Далее, чуть-чуть заморочиться, и прекрасное направление, опять же, это околоспортивное, это такой симбиоз, да, футбола и борьбы, толканий. Может, кто-то знает, может, кто-то видел, может, кто-то вообще участвовал. Это бампербол. Чисто случайно пришла идея подобного проекта. Мы увидели одна из крупнейших компаний сотового оператора, да, в нашем регионе, они проводили у себя корпоративное мероприятие, которое мы увидели просто в соцсетях и узнали, что эти шары называются бамперболом, и сразу же загорелись, потому что, ну, опять же, для юга России, да и, в принципе, для всей молодежи это всегда интересно потолкаться, побегать, подарить эмоции. Так вот, мы просто по договоренности мы написали одно письмо генеральному директору нашего регионального отделения этой сотовой связи, не буду рекламировать, и они нам предоставили на два дня эти бамперболы. Мы провели полноценный турнир, эмоции, дорогие друзья, зашкаливали. Это просто было невероятно. Люди бегали, толкались, кувыркались, как на фотографиях, они делали сальто, они пытались друг друга обыграть, и это реально очень сложно. Я даже как прошлый профессиональный футболист, я попробовал в это поиграть. Это очень сложно, но при этом это не обидно, не досадно, это не вызывает каких-то негативных ощущений, а это весело, это эмоционально, это задорно. Это вот та сторона медали, на которую мы всегда должны делать акцент. Нам, опять же, это обошлось мероприятие до тысячи рублей, потому что мы написали письмо, нам пришлось перевозить, у нас не было туда ни машин, это были молодыми, амбициозными студентами, нам пришлось заказать такси и разыграли первому месту пиццу в команде победителя. То есть пицца, три диплома, сертификата, первое, второе, третье место и трансфер. Тысяча рублей, друзья, была вау инициатива, нам все предоставили, мы это провели. Фурор этого мероприятия был просто невероятный. Соседние республики и регионы Северного Кавказа мне звонили и спрашивали, как можно провести. И вот здесь, опять же, ниточка, когда мы сделали что-то хорошее, что-то крутое, которого нет у других, нам начали поступать, начали и коммерческие запросы по проведению подобного мероприятия для больших крупных корпораций и фирм. Опять же, это нам пища для размышления, это, опять же, ваши мотивации, самое главное, делать качественно, хорошо. Далее, стоит чуть-чуть заморочиться, во многих регионах везде есть в доступе, в широком доступе, подобные стены по скалолазине. Они сборно-разборные конструкции, то есть они зачастую бывают в специализированных клубах, которые есть во всех регионах. То есть ребята готовы собрать и привести ради какого-то определенного пиара, если у вас есть большое мероприятие, да, может, я не знаю, День села, я не знаю, у нас бывает очень часто проводятся различные районные какие-то мероприятия и события. Они готовы даже сами приезжать и выстраивать. Если нет, то, в принципе, это довольно-таки несложно, если найти инициативную и выйти на этих инициативных ребят, которые есть во всех практически регионах. Они предоставляют полностью оборудование, они выступают в роли инструкторов. Мы им сделали знак благодарности от чистого сердца, от себя лично. Мы им сделали просто благодарности трем людям, подписали у нашего руководства, и это мероприятие нам обошлось там полторы-две тысячи рублей, потому что нам нужно было потратиться на газель, на трансфер, на перенос этого оборудования, и дополнительно там были небольшие расходники, связанные с перчатками, да, строительными, с небольшими карабинами. Ну, то есть то количество людей, которое прошло через эту полосу в рамках нашего мероприятия, это был двухнедельный Всероссийский форум «Машук» Северо-Кавказского федерального округа, там было участников более двух тысяч людей, и по нашей статистике, которую мы обратную информацию собирали, по этой полосе попробовали просто подняться наверх на скорость, и мы выбирали первое, второе, третье место, более полутора тысяч человек. Вы можете себе представить, за две недели полторы тысячи человек попробовали сессия подняться, попробовали друг друга обыграть, и в рамках этого рейтинга мы подарили первому, второму, третьему месту благодарности. Здорово, здорово, эмоции зашкаливали, это было просто потрясающе. Опять же, стоит чуть-чуть заморочиться, и можно сделать масштабнее и лучше. Велопробеги. Одно из самых доступных средств, да, таких видов спортивной деятельности, которые у нас есть. Практически у каждого есть велосипед, либо у друга, либо у знакомого можно взять. Вот на данной фотографии, буквально этим летом, был городской велозабег, в котором мы просто выступили с организаторами данного мероприятия. Из всех этих ребят, которые на фото, только у меня и у моего товарища, который слева, были свои велосипеды. Остальные просто попросили у знакомых, попросили у друзей. Кто-то даже, видите, достал и нашел электровелосипед. То есть здорово, обалденно. Суть была не выявлять победителя, а суть была просто участника. Это большая крупная организация, которая давала финишерки, финишные медали, памятную раздатку и все остальное. То есть от нашего только клуба приняло участие более 45 человек. Еще раз повторю, 45 человек. Из этих 45 человек, ну, в районе 7 человек, имели свой велосипед. То есть все остальные просто понимали, что они идут на качественно хорошее мероприятие, попросили у друзей, у знакомых. Несколько человек даже взяли в прокат в парке эти велосипеды для того, чтобы поучаствовать, зарядиться этой энергией, зарядиться этой атмосферой. Здорово? Здорово. Вы можете делать такие же регулярные какие-то у себя, да, там велоклуб, какие-то прогулки, туристического плана, если у вас там местность и красота вашего региона позволяет той локации, где вы находитесь. Может, это будут выезды куда-то в район. Но опять же, здесь мы должны понимать, то, что это связано с определенными рисками безопасности здоровья, и эти подобные мероприятия нужно согласовывать с вышестоящими органами. То есть это обязательно средства ГИБДД, да, это структура ГИБДД, силовая их структура, которые обеспечивают этот порядок. Но мы раз в месяц где-то, в том числе и в декабре, у нас бывает очень часто погода позволяет, плюс 20 градусов, мы просто делаем регулярные свои мини-прогулки, в которых участвует 20, 30, 40 человек. Опять же, здорово, здорово, весело, весело, разнообразно, согласен, разнообразно. И это можно применять в своей деятельности. И что немаловажно, подобные проекты у нас выиграют гранты. В наших регионах это большой, крупнейший велоклуб, который на регулярной основе большие проводят мероприятия. Вы либо своей инициативной группой присоединяетесь к ним, либо если у вас уже больше какое-то крупное объединение, возможно, организация, вы начинаете с ними сотрудничать на момент соорганизатора выступления, на момент просто участия в данном мероприятии, либо что-то большее. Опять же, мы об этом будем разговаривать, как пройти все эти этапы на наших оффлайн-форматах, а мы переходим дальше. И это образовательные мероприятия. Дорогие друзья, образовательные мероприятия в большинстве своем не имеют никаких затрат. Нужно найти аудиторию, это может быть даже сквер, это может быть просто открытая какая-то местность. Самое главное найти умного, грамотного эксперта, который будет транслировать правильные мысли, который будет вдохновлять, который будет мотивировать. И сейчас, в последние годы, у меня прям бальзам на сердце, большое количество, в принципе, образовательных проектов, которые вообще связаны с молодежной политикой нашей страны, имеет направление, в том числе и спорт, здоровый образ жизни. То есть там работают эксперты, там люди обучают тому, как должно выстраиваться спортивное мероприятие, тому вообще, что такое пакет, полный пакет, кейс спортивного организатора и все остальное. То есть это большое крутое направление, никто не убирает от того, что вы, может быть, возьмете у себя и проведете подобное. Тех людей, которые хотят стать организаторами спортивного мероприятия, вы их объедините в какое-то сообщество, вы их начнете обучать. Платформ, бесплатных платформ, просто масса. Бесплатных проектов, которые реализуются в нашей стране, в том числе и для школьников, большое количество. Формат ВКС, немногие его любят. Тяжело работать зачастую эксперту, но он выдает ту же самую, транслирует ту же самую информацию, которую это будет в точном этапе. То есть вы даже в отдаленных каких-то регионах, даже где-то у себя дальняя-дальняя точка, вы можете быть в векторе и в тренде студентского спорта, в принципе спорта, и вообще в жизни спортивной нашей страны. Потому что там выдается самая актуальная информация. Образовательные мероприятия не проблемных устраивают. Бывают точно такие же и крупные образовательные мероприятия, например, на котором, дай бог, мы все с вами увидимся. Это крупный проект, который требует финансовых затрат, но при этом сейчас у вас есть возможность обучаться бесплатно, и практически нет никаких затрат. Мы должны всегда это держать в голове, мы должны понимать, что было бы желание найти ресурс, было бы желание что-то сделать. Ресурсы всегда рядом. То есть стоит протянуть ручку, его можете сделать. Образовательные мероприятия в сфере спорта, никаких затрат, потрясающий опыт, потрясающие знания. И самое главное, отличные возможности в дальнейшем для участников. Что немаловажно, и хотелось бы отметить, это, наверное, одно из моих любимых направлений мероприятия, когда мы добавляем чуть-чуть заморочиться. Мы с вами будем опять же об этом разговаривать, потому что я обожаю просто этот проект. Как можно сделать, вот скажите мне, как можно сделать интересно и красочно шахматный турнир. Все обычно интеллектуальные виды спорта воспринимают как-то, ну вот скучно, но тихо, не кричать, не шумять, дубку не пронести, я не знаю, потопать нельзя, музыка не включается и все остальное. Мы поставили для себя, для нас был вызов, да, как можно сделать крупный студенческий шахматный турнир, интересный, масштабный, и самое главное, тот турнир, на который соберут на финальную схватку большого количества людей. И мы это сделали, театрализированное шоу, целый спектакль и представление, в котором мы сделали набор ребят, которые были переодеты в фигуры, вы видите, король-королева, наши пешечки, которые, это просто потрясающе, это не было эмоций, когда финальная партия проходила специальной аудиторией без шума, а дублировалась доска на специальное вот это покрытие. Честно скажу, это мероприятие произвело фурор, не только у нас в регионе, но и в целом стране, нам потом звонили и спрашивали, как вы это проводили, и брали эти форматы для проведения. Даже в Беларуси подобный формат проводили, это очень круто, а самое главное, то что бюджет этого мероприятия у нас обошелся в 8,5 тысяч рублей. Мы нашли партнера, человека, который поддерживает шахматы, он сам шахматист, он заинтересовался этой идеей, он как раз-таки закупил вот это специальное полотно в виде баннера, как шахматная фигура, и мы потратились только на аквагрим, для того, чтобы наши участники, организаторы, те самые фигуры интересно выглядели. И мы сделали небольшие памятные подарки нашим финалистам. То есть это были статуэточки с дипломом, это 8,5 тысяч рублей. Дорогие друзья, это было потрясающее прошлое мероприятие. Дети сами загорелись, наши организаторы сами загорелись, вы видите, они сделали сами реквизит подготовили, они там сделали шлема, они сделали какие-то маски и все остальное. То есть мы зажгли эту инициативу, люди это поддержали. Поэтому я всегда говорю, было бы желание, и даже самое на первый взгляд скучное для многих, да, и неинтересное, те, кто не знают шахматы, они не понимают шахматы, для них, естественно, будет неинтересно, но мы для этой как раз-таки большой публики, и большой аудитории провели класс, красочное, крутое, потрясающее мероприятие. Здорово, здорово. Берем на вооружение, берем на вооружение. Также хотел отметить, особенно центральная Россия, особенно у вас, где холодно, да, где есть настоящие зимы, да, где есть снег, где есть морозы, я знаю то, что в ваших регионах есть прям открытые катки. Это потрясающая возможность для вас сделать клуб любителей фигурного катания, да, я не знаю, просто делать какие-то вечерние совместные творческие покатушки, включать музыку, просто кататься, просто развиваться в этом направлении, пытаться сделать какие-то, возможно, хореографические тюды, и все остальное. Это здорово. У нас этой возможности нету, и мы здесь, у нас есть крытый каток, да, в городе, ежегодно, в день студенчества, 25 января, мы проводим просто массовое катание, массовое катание, ледовая дискотека, где ребята пытаются научиться на коньках постоять, пытаются держать за бортик, потому что у нас, к сожалению, нет этого навыка, да, у нас даже ни у кого своих нет коньков, мы договариваемся с прокатом. Я вам честно хочу сказать, это большое мероприятие, то есть если брать в аренду каток, ледовую арену, это в районе, извиняюсь, 150 тысяч рублей в сутки, 150 тысяч рублей в сутки, мы ежегодно, на бесплатной основе, просим этот каток, и нам его предоставляют. Основная задача сделать за три недели до нашего мероприятия, когда мы планируем, сделать письмо на главу города, который нам идет на встречу, потому что он видит этот масштаб, он видит историю этого мероприятия, он видит, какое количество студентов принимает и молодежи в этом мероприятии, и нам бесплатно предоставляется этот каток. В период пандемии мы единственное, что тратились, это бахилы и маски. Мы покупали за свой счет, опять же, чек-лист этого мероприятия, у нас был финансовый, тысяча, полторы тысячи рублей, не больше. Учитывая то, что команда организаторов принимала в этом участие, час покататься на этом катке стоит 350 рублей. Ребята-организаторы, просто мы там скидывались кучи там по 50, по 100 рублей, закупали эти маски для, естественно, тех участников, которые к нам приходят, чтобы они получили удовольствие и все остальное. Это мероприятие «Потрясающе!» Я всегда искренне завидую, то есть это настолько эмоционально весело и интересно, я вам искренне завидую тем, у кого есть снежные зимы, те люди, которые празднуют Новый год в снегу, репят бабу, снеговиков, я не знаю, играют снежки. У нас этой возможности нету, и приходя на этот каток, это просто зимняя сказка. Вы можете это развивать, вы можете написать в этом плане проект, да, возможно, это будет какой-то клуб любителей катания, который раз в неделю будет приходить назначенное время, возможно, с ними будут проводиться мастер-классы, возможно, это просто будет ледовая дискотека, что-то в этом плане. Здорово, здорово. Готовый кейс, почему бы и нет, берем и пользуемся. И самое главное, наверное, последнее, что я хотел сказать, это эмоциональные мероприятия, которые стоят того, на данный момент, но последние пять лет мы вышли на тот уровень, когда мы проводим крупнейшие мероприятия всероссийского международного масштаба. У нас в регионе, мы выезжаем в соседние регионы, в соседние субъекты, и поверьте мне, это не просто так. Фундамент этим событиям, большим сталкиванием, как раз таки, качественно, четко, хорошо, красиво, эмоционально, вкусно организованы те события, о которых я вам рассказал. Если бы у нас не было опыта организации тех мероприятий, если бы мы не понимали, как строится структура спортивного события, если бы мы не варились в этой среде, мы бы не пришли к этому всероссийскому уровню. Мы об этом более подробно будем рассказывать. Хочу сказать, что сейчас, на данном этапе, благодаря нашей большой организации, мы с прошлого года стали профессиональным баскетбольным клубом нашего региона. И поверьте мне, у нас, к сожалению, последние 30 лет в нашем регионе баскетбол практически не был развит, он не был представлен на каких-то всероссийских крупных событиях. Зрители приходило, ну, там, 20-30 человек на игры прошлого клуба. После того, когда мы добавили эту живую кровь, после того, как мы, у нас произошла реорганизация, мы сделали просто качественные, интересные, хорошие события. Да, наша команда сейчас не чемпионы России, да, мы не в лидерах, но вы посмотрите, это фотографии из тех матчей, это те самые, не просто болельщики, это как раз-таки зрители, это семьи, это дети, это братья-сёстры, это соседи, это друзья приходят поболеть за своих друзей, они приходят поболеть за свой клуб, за то, за то детище, в котором живут наши спортсмены, и они просто по-дружески приходят поддержать. Это то самое главное, к чему мы идём, к чему мы успеемся, и я сразу говорю, посмотрите на эти потрясающие эмоции, все аплодируют, все кричат, все свистят, все болеют за своих. Это профессиональный блок, мы будем развивать именно на наших практических занятиях, но то же самое мы перенесли в студенческую среду, когда студенты своего факультета приходят и поддерживают одногруппников. То же самое возможно у вас, и это реально так, если это правильно преподнести, если это красиво упаковать, если правильно выстроить информационную работу, без какого-либо ресурса, без какого-либо ресурса, то за вами пойдут. Люди будут хотеть приходить и смотреть на какие-то матчи, особенно если ваша команда будет выигрывать, особенно если в рамках вашего мероприятия ваши близкие, друзья, родственники будут занимать первые места, это может быть не масштабное мероприятие, люди за вами потянутся. Поэтому, дорогие друзья, все идет от меньшего к большему. Далее мы это будем более подробно рассматривать на наших уже практических занятиях, как к этому прийти, и какие кейсы нужно реализовывать для того. Дорогие друзья, в принципе, из основной информации, из основной информации у меня такого большого блока все. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Пока жду вопросы. Да, Василий, огромная благодарность, потому что, на самом деле, в последний, наверное, год я стала очень активно знакомиться как раз-таки с Кавказом, Ставрополь, Машют, то есть, те пейзажи, которые я видела, они мне абсолютно уже знакомые, даже, сказала так, ностальгируя, обалдела, на самом деле, правда, от форматов, о которых ты рассказал, даже для меня, учитывая, что тоже, скажем, частично в АССК делали общие проекты, было интересным, особенно про шахматы, да, то есть, как раз-таки, вот соединения, да, те, кто у нас из участников подключался на как раз-таки занятия Оксаны Яковлевой по креативным индустриям, он рассказывал, что по идее креативные индустрии, они касаются абсолютно любой сферы нашего общества, и вот пример того, как соединились в креативную индустрию вместе со спортом, раз, и такие живописные шахматы получились, ну и, конечно, бампербол, если я правильно его называю, бампербол, все верно, это шикарная история, потому что у наших участников, которые будут участвовать уже в рамках очных мероприятий 1-4 ноября в городе Уфа, куда, естественно, и Василий тоже приезжает, у вас будет возможность самим погрузиться и поиграть, скажем, пройти мастер-класс по традиционным русским спортивным видам спорта, это, допустим, игры вышибалы, городки, это флорбол, русская лапта, по крайней мере, мы с организаторами сейчас тоже работаем над тем, чтобы эта история реализовалась, ну и про спортивный менеджмент, да, абсолютно полностью согласна, что здесь без познания того, как именно выстраиваются, то есть не просто сам спорт, а важно это именно его качественно провести, без этого ни одно событие не станет каким-то интересным и о вас люди не будут узнавать или радоваться и говорить, ой, так это же он такое классное мероприятие провел, учитывая, что вчера, у нас сейчас на данный момент в Перми проходит форум «Россия. Спортивная держава» это форум, который ежегодно проходит в различных городах России и вот как раз-таки вчера, уже поздним вечером на панельной встрече наш президент, президент нашей страны Владимир Владимирович огласил, что следующий форум международного участия «Россия. Спортивная держава» состоится и пройдет уже в Уфе, то есть понимаете, у нас с вами, ребят, события, да, есть целый год, чтобы включиться в это все, организовать. Понятно, что вы, так как сейчас обучаетесь в школе, возможно, нет, да, в чистом виде быть организатором, но я думаю, что здесь свернется большая работа по работе волонтерской части, а это тоже как раз-таки возможность на старте уже перенимать опыт от общих, от опытных спортивных менеджеров, да, потому что, допустим, я тоже первое время волонтерила на таких мероприятиях и я смотрела, как это делается. У нас история есть. И как раз-таки Полина пишет в чат, можно ли задать вопрос? Да, можно, как раз-таки сейчас у нас такой легкий смолток, чтобы вы успели записать вопросы. Если что, можно даже подключиться со звуком, да, чтобы было быстрее, и мы ответим. В любом случае, да, как раз-таки здесь прокомментирую вопрос по поводу видеовизитки, так как данный процесс является основным для отбора участников. здесь необходимо себя как раз-таки продать, как человека, который горит спортом, занимается, возможно, в какой-то студии, либо хочет что-то для себя новое, интересное узнать, разработать. Вы, по сути, записываете видеовизитку, да, горизонтальный телефон ставите, говорите, меня зовут Полина, Аня, Маша, Петя и так далее. Я горю таким-то видом спорта, мне было бы интересно у себя в городе создать то-то, то-то, то-то. Вот как раз-таки то, что вы расскажете в рамках полутора минут о своей идее либо проекте, что вы хотите попробовать, оно и будет основным моментом. Поэтому, так, я единственное, я не вижу, не отображается, Полина что-то нам печатает, или она выпала немножко из серии. Да-да-да, здравствуй, можешь так озвучить, мы тебя слышим. Хотела задать вопрос, возможно ли делать видео-визитку в группе? Имеется в виду, что ты как руководитель, допустим, проекта и кто-то еще есть. Да. В кадре. Смотрите, история про технические характеристики, они все прописаны в положении, положение как раз-таки сейчас у вас есть на слайде, если внимательно прочитать, написано, да, предпоследний абзац, не менее 80% времени видео-визитки участник должен находиться в кадре. То есть, как вариант, Полина, ты можешь быть в кадре, а за тобой могут проходить, как вариант, скажем, по режиссеру, какие-то мероприятия, потому что ребята будут зарядку делать, отжиматься, бегать, прыгать, но важно, чтобы именно ты в этой видео-визитке рассказала о своем проекте. В любом случае, еще раз говорю, положение о конкурсе есть у представителей Так, друзья. Эмиля, вы пропали. Так, ну, дорогие друзья, давайте пока Эмиля подключается к нам. Я вас прошу сделать скриншот этого экрана обязательно, чтобы у вас тоже эта информация сохранилась и вы не забыли обязательно ТЗ, которое вам необходимо выполнить. Да, до 24 октября принимаются заявки, просто обратитесь к старшим товарищам, учителям, у кого это положение есть, они вам помогут, подскажут, как именно это сделать. Ну, а если таких, скажем, профильных вопросов нет, то, Василий Петрович, я правда искренне благодарю, что вы нашли время, подключились, что вы наконец-то мы с вами нашлись друг для друга, потому что это была такая долгая история согласования вашего участия, и мы уже 1-4 ноября встретимся в Уфе для того, чтобы с ребятами поработать и именно помочь им сделать из своих проектов, из своих идей ту самую уникальную конфетку, которая бы на самом деле приковывала внимание их целевой аудитории, прям все сказали вау, круто, вот у него есть такой-то проект, я хочу, бегом погнали и так далее, потому что мы все с вами как раз таки работаем на том, чтобы можно больше людей, они исповедовали, так скажем, здоровый и трезвый образ жизни и были вовлечены в массовый спорт. Василий, огромная благодарность, всем ребятам желаю продуктивных выходных и помните о том, что видеовизитки сами себя не заснимут, поэтому всем удачи, всем пока. спасибо большое, всего доброго, дорогие друзья, до встречи.